Глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко написал заявление об увольнении. В куларах администрации уже начали звучать фамилии тех, кто, возможно, займет кресло губернатора. Мы узнали у депутатов облсовета, что они думают по этому поводу и кого хотят видеть в этой должности. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к заявлению Алексея Савченко, чтобы он ушел с должности? Так он написал его. Ну как ваше отношение? По закону положено. Вы согласны с этим, что он должен уйти? Что он должен уйти, да. Он сам сказал, что после победы или проигрыша Порошенко он уходит. А кого вы видите в следующем губернаторе? В следующем я думаю местный будет какой-то человек. Кто может знать? Еще не знаю, но надеюсь, что будет местный, который либо с Николаева, либо с области авторитетный человек, который объединит область. Отзвучивались кандидатуры Владимира Шумесера и Артема Айюка. Как вы их целью? Да пускай президента рассматривают. Мы не против. То есть как депутат облсовета вы не против или нет? Не против. Почему против? То, что он написал заявление, но это же не значит, будет он уходить или нет. Это принимает решение абсолютно президент. Ну как вы считаете, должен ли он уйти, либо должен остаться? Смотрите, принимает, еще раз говорю, принимает решение, это президент, быть ему здесь или не быть. Ну а ваши именно отношения? Отношения к чему? К работе главы ОГА. Скажу откровенно, я с ним не встречаюсь, абсолютно. Поэтому наша работа замыкается на работе областного совета. А качество работы губернатора пускай даст оценку общество и даст оценку прямой руководитель. Если все-таки будет смена, назывались имена Вадима Рашидмейстера и Артема Ильюка как кандидаты, как вы относитесь, если кто-то из них? Я отношусь к любому кандидату позитивно, тот, который будет работать на громаду Миколаевщины и Миколаевской области. А уж первый раз пишет. Отношусь к этому несерьезно. Это не более чем пиар. Помните, он как-то писал заявление, что он снимает с себя полномочия, поэтому до окончательного расследования по поводу несчастного случая, так же самое и здесь. Я вообще отрицательно воспринимаю его присутствие в нашей области. Все равно при каком президенте. А кого вы видите кандидатом? Это вообще не мое дело, кого я вижу кандидатом, потому что это прерогатива исключительно президента и торгов, которые будут между политическими силами для того, чтобы получить ту или иную политическую стабильность. Потому что должность губернатора, она вполне вероятно может быть разменной монетой. Я вам скажу так, кто сейчас заявит о том, что он что-то знает, он обманет. Во-первых, по той простой причине, что еще сегодня нет инаугурации, во-вторых, нет расстановки политсил, нет неизвестности по поводу несрочности или отсутствия досрочности выборов. И должность губернатора, я уверен, что может являться разменной монетой для того, чтобы каким-то образом стабилизировать ситуацию в зависимости от того, какая ситуация необходима для людей, которые принимают решения, иначе говоря, власти. А если все-таки Шульмейстер или Ильюк, как вы это делаете? Даже не знаю, кто такой Шульмейстер. Был заместителем министра инфраструктуры? Видимо, такой был заместитель министра инфраструктуры. А Ильюк? Ну, Ильюка я знаю. Какой он будет губернатор, я не знаю. Лично Кирюку и всех народных депутатов, которые здесь есть, я считаю, что он наиболее, скажем так, контактный и открытый депутат. Но я считаю, что он, возможно, недостаточно радикален и недостаточно пользуется теми законодательными преференциями, которые ему отведено законодателям. Алексей Савченко, как известно, недавно написал заявление об увольнении. Как вы относитесь к этому заявлению и как оцените его работу за время каденции? Ну, оценить работу можно по отчету, когда будет видно все. А заявление оценивает его решение. Вот если он продолжит работу уже при новом президенте, как вы к этому отнесетесь? Не очень положительно. Почему? Ну, потому что я понимаю, что не ошибается только тот, кто ничего не делает, но надо много ошибок. Пример приведите, там несколько хотя бы, какие были ошибки. Потому что вот с позиции областной администрации все хорошо, все прекрасно. Аэропорт, дороги якобы строятся. Какие вы видите ошибки? Ну, дорога у нас единственная построена, которой мы все гордимся, это Снегиревская. За всю каденцию мы понимаем, что КПД по дорогам могло быть выше гораздо. Ряд областных объектов коммунальной собственности тоже требует ремонта. Мы понимаем, что аэропорт важный момент, но забывать об объектах коммунальных, таких как больницы, об объектах культуры, об объектах, мы понимаем, других, да, музеи тот же, шахматный клуб и так далее. То есть у нас все почему-то ушло на второй план, оно финансируется, но очень сильно недостаточно. Я понимаю, что аэропорт нужен, но надо, мое мнение, что надо еще какие-то державные источники, а не обескравливать область фонда аэропорта. А кого бы вы хотели видеть в кресле губернатора? От того, кого бы я хотела, это ничего не изменится. Не конкретно фамилия там, какого человека? Я хотела бы видеть человека, которому не безразлично Николаевичина. Местный или с Киева? Конечно, местный. Конечно, местный. У нас предостаточно своих людей. Люди, которые работают в дорожных службах, все привозные, показывают, какие у нас дороги. Вот такие у нас керевники, такие у нас дороги. У вас есть желание возглавить эту должность? Нет, у меня такого желания есть. Есть молодые, перспективные. Пускай работают. Дорогу надо давать молодым. Кому именно? Кого бы вы хотели? Я не президент, я не назначаю. Если бы я была им, я бы сказала. А так, все в руках президента.